Закрываем, сжимаем немного так, пока откладываем первая порция. Опять берем майонез и круговыми движениями от центра распределяем соус. Так, есть. Баклажаны. Перчик. То, что вам кажется подгорело, можно удалить. Так, грибы. Есть у нас еще помидорки, мы можем ими воспользоваться. Прям кольцами, не слишком толстыми. Посмотрите, какая красота. Так, этого пока достаточно. Тертый сыр. О, какая красота. Правда ведь еще грибочек. Думаю, достаточно для этой порции. Закрываем. Откладываем. В принципе, их уже можно кушать. Но я хочу, как только рыба приготовится, их немного зажарить, пока расплавится сыр. Сыр расплавится, они будут восхитительны. Так, продолжим. Все то же самое. Ну, если хотите, можете что-нибудь изменить. Можете добавить другие продукты. Можете добавить другие овощи. Все будет вкусно, ребят. Можете поэкспериментировать с соусом. Вот, все, что вам приходит в голову, делайте. Помидорку. Сейчас эти лепешки продаются везде просто, в любом магазине. Еще одну помидорку. Так, так, перчик. Очищу. Обожаю я печеный перец, конечно. Вообще, овощи на мангале очень вкусно. Я даже бы ел их без ничего, без соли. Поделю пополам, потому что лепешек у меня оказалось больше, чем я кусочков перца сделал. Грибы. И сыр. И какая красота. Много сыра не нужно. Так, закрываем. Еще одна лепешка готова. Ну. Так, тут у нас еще осталось две лепешки. Соуса хватает, сыра тоже. А, вот овощей может и не хватить. Но ничего страшного растянет. Я пока довожусь с нашим прекрасным буритом. А вы не переключайтесь. Мы скоро вернемся. Так, наша рыбка уже практически готова. Я вот, смотрите, уже занялся нашими прекрасными лепешками. Вот такой эффект получился от мангала на них. Еще две осталось недожаренные. Сейчас мы их это исправим. Мы их сейчас дожарим. Так, открываем. Кладем одну лепешку. Вторую лепешку. Аккуратненько. Закрываем. Ничего страшного, что они, лепешки, не помещаются. Нам нужен только жар. Нам нужно чуть-чуть их прижарить с двух сторон. Ну. Волнительный момент. Мы меняем рыбу. И наши лепешки местами. Рыба. На плоту. Готово. Так. Оп. Лепешки на место рыбы. Лепешки буквально одну минуту с одной стороны, одну минуту с другой. Ну что? Пока дожариваются лепешки. Осталось совсем чуть-чуть. Теперь нам нужно сервировать нашу рыбу. Тарелки я убираю, они не нужны. Так как у нас рыба на плоту, практически в походных условиях приготовлена, нам не хватает, я думаю, чуть-чуть зелени. Добавим. Вот прям вот так руками порвем. Да. Так. Как будто в шубе рыба. Так, я думаю, этого. Достаточно. Ну, и пришло время пробовать. Ну что, вы готовы? Я готов. М-м-м. Вкусно. Очень вкусная рыба получилась. Очень интересное сочетание рыбы с астрагоном. Я, честно говоря, только ради вас сегодня решил попробовать. Это, правда, потрясающе. Так, ой, лепешки. Заболтался с вами, чуть был не сжег. Посмотрите, какие красавцы получились. Рыба, правда, вкусная. Всем рекомендую, обязательно попробуйте приготовить. Так, рыбу мы попробовали. Опять пришло время пробовать лепешки. Посмотрите, какая получилась красота. Снимаем. Открываем. Достаем. Это просто волшебно. Волшебно. О, как маленькие пироги. Закрываем. Решетка нам теперь точно не нужна. Рыбу тоже уберем. Мы же ее попробовали. Я ее потом сам съем. Никому не покажу. Так, берем доску. Нам нужен нож. Берем лепешку. Разрезаем ее пополам. Сейчас я вам все покажу. Вы чувствуете, вы слышите, как он хрустит. О, это фантастика. Вы только посмотрите, что здесь. Это пахнет потрясающе. Ну, я пробую, а вы завидуете. Вкусно. Вкусно, вкусно. Пока. До следующего раза. Пока. До следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok